Господи, благодарим мы Тебя за этот вечер, Иисус, за благодать Твоего присутствия, благодать Твоего служения, Господи, омовение нас Словом Своим, Иисус Христос, которым мы так нуждаемся, наполнение нас Словом Своим, которым так нуждаемся, которая служит нам наставлением, Господи, увещеванием также Иисус Христос и утешением, Господи. Слава Тебе, Иисус Христос! Благодарна Тебя! Благослови эту небольшую мысль, Иисус, к основной части. Прославься, Господь, благослови все служение, в особенности основное слово Иисуса и дискуссию, Господь. Слава Тебе, во имя Твое. Молимся и просим. Аминь. Аминь. Давайте откроем с вами сначала первое послание к Оринфянам. Что-то здесь со связью. Кажется, все нормально. Хорошо. Итак, со второго стиха, четырнадцатая глава, первое послание к Оринфянам, по четвертой стихе. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайный говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидании, увещевании и утешении. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. И давайте прочитаем также Евангелие от Матфея, девятнадцатую главу, двадцать седьмой стих. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? Интересно, здесь говорится о незнакомых, о иных языках в контексте. Первое, конечно, нам четырнадцатая глава, и говорит, что если говорите на незнакомом языке, то назидайте самого себя. А кто говорит на знакомом языке, пророчествует, что означает проповедует, тот служит назиданием, увещеванием и утешением. Интересно, я хотел бы обратить с вами на эти три слова, которые мы видим и читаем в третьем стихе. Назидание, увещевание и утешение. В контексте такой темы, что иногда вещи, которые незнакомы нам в сравнении с обыденным образом жизни, они несут в себе некоторое, можно сказать, смущение. Или, например, необыденность, в котором человек может чувствовать себя некомфортно. И Господь служит нам через проповедь в церкви, в назидание, увещевание и утешение. Слово назидание, это слово айкадамай, и оно может означать также в переводе с оригинала архитектура или структура. И вот в Евангелии от Луки 19 главе некто обращается к Иисусу Христу, учитель благи. И Иисус ему отвечает, что ты называешь меня благим. И этот человек спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать Царство Божие. И это своего рода человек может этим вопросом выстраивать свою структуру, которая хочет наследовать Царство Божие или спасение Божие. И тогда в 18 стихе Он отвечает Ему, что описано в законе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. И юноша говорит Ему, все это сохранил Я от юности Моей, чего же еще не достает. Тогда Иисус Ему говорит следующее. «Хочешь быть совершенным, пойти продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мною». Интересно, я подумал о свете оригинала, о свете значения. В оригинале этого слова архитектура и структура, как архитектура и структура образа жизни этого юноши полностью разрушилась. У него были свои мысли по приобретению Царствия Божия. И тут Иисус Христос сокрушает эту структуру. Почему? Потому что, как мы с вами знаем, спасение, оправдание, прощение в Господе Иисусе Христе, она абсолютно не по делам, как человек может стремиться к этому. Она абсолютно благодатью Господа Иисуса Христа, потому что Иисус Христос претерпел жертву. И интересно, как с одной стороны человек выстраивает свою структуру защищенности, когда человек что-то строит. Например, если он строит дом, это для того, чтобы чувствовать себя защищенным. То же самое, я подумал, эти образные невидимые структуры, которые может человек вокруг себя строить, чтобы также чувствовать себя защищенно. в своей структуре. И тогда он чувствует себя защищенным. А Иисус Христос, он... Я вот здесь не выключил, отказаться. А Иисус Христос, он говорит, что этого абсолютно не нужно. Человеческая структура не нужна для приобретения Царствия Божия. Это абсолютно благодатью, милостью и даром по вере Божией. И с одной стороны, человек боится оставлять свою структуру, которую он выстраивает, заслугами, делами или еще какими-либо вещами. И поэтому он может противиться. А с другой стороны, если он увидит это откровение, тогда он рад прибежать и получить это от Господа. Потому что Царствие Божие, оно даром. Еще ты не успел последовать за ним, ты можешь принять этот дар. Но у человека есть боязнь. Он боится оставить свою структуру, свою архитектуру защищенности. То же самое, помните, было и у женщины-самарянки. Когда у нее была словно своя структура или архитектура жизни, в которой она пряталась из-за того, что чувствовала смущение и осуждение вследствие своего образа жизни. Она каждый день приходила к этому колодцу, чтобы набрать воды. И это было словно религия для нее. И это была ее структура жизни, в которой она чувствовала, так сказать, ложную защищенность. Но затем Иисус приходит к ней, разговаривает с ней, не осуждает ее, показывает, кто он, что он Мессия. И тогда, посмотрите, она с радостью бросает все то, что пыталась строить. Она бросила эти водоносы, потому что увидела они ни к чему. И, конечно, там она пришла за водой, но мы видим образную картину. Мы видим образную картину. И мы видим, как мы тоже самое пришли ко Христу таким же образом. Когда-то мы держались за то, что мы сами выстраивали. Это было наше основанием жизни. Это было нашей твердыней жизни. И мы боялись, потому что много лет, возможно, выстраивали это, строили на это. Но Господь, любя, сделал так, что мы откликнулись. И не побоялись. Это все его заслуга. Не побоялись оставить эту структуру, оставить эту свою выстраиванную образную архитектуру. И пришли к нему. Прибежали точно так же, как эта женщина. Второе, о чем я подумал, когда мы уже спасены, мы тоже можем выстраивать свою собственную структуру или архитектуру ученичества. А это, например, можно увидеть в тех словах, которые мы прочитали об Петре. Вот он говорит. Мы оставили все. Что нам теперь ожидать? Вот мы оставили ту структуру там. Мы были рыбаками. У нас был хороший заработок. Вот мы это оставили. И думали, что теперь у нас будет еще лучше. И мы с вами, как ученики и ученицы Господа Иисуса Христа, тоже склонны выстраивать следование за Иисусом Христом в соответствии нашей естественной человеческой структуры. Чтобы нам было защищено. И вот когда что-то, может быть, незнакомое случается с нами, мы тогда можем сказать, как Петр, вот мы оставили все, что нам теперь предстоит делать. А Иисус Христос говорит и говорит через слово назидание. Ты строишь на новой архитектуре и структуре. Это я сам Иисус Христос. У тебя будет это удивительное основание. А продолжай строить на новом основании, на Господе Иисусе Христе. И когда это строительство продолжается, тогда, когда мы каждый раз восприимчивы и откликаемся на исполненность Духа Святого и исполненность Его Слова. Представьте, сколько строил сколько строил Ной, 100 или 120 лет, когда все думали, что он безумен, этот ковчег, но он продолжал строить на новом основании, непонятном для людей, потому что Бог дал ему повеление, что таким образом должно спастись от потопа. То же самое и у нас. Каким образом мы спасаемся на каждый день? Матфея 4, глава 4 стих. Не хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божия. В тот момент, когда для нас что-то мы сталкиваемся с чем-то незнакомым, во-первых, Господь каждодневным увещеванием, каждодневным назиданием, Он уже как бы выстраивает этот иммунитет. Иногда я с женой разговариваю и говорю ей, а что если будет это, а что если будет то, она говорит, да ладно, скоро все равно восхищение. Иногда дамы очень легко верят и кажется, какие сильные вери. И то же самое и у нас выстраивается иммунитет. То есть каждый раз приходя к Слову Божьему, это словно еще один кирпичик к выстраиванию этого иммунитета. И когда мы можем столкнуться с чем-то незнакомым, у нас тут же отклик на то, чтобы возвратиться в эту архитектуру и структуру исполненности Духом Святым, исполненности словом его. Следующее слово это увещевание. Это слово обозначает, во-первых, звучит в оригинале как одну секунду, параклесис, это слово учение или наставление, и мы можем здесь сказать учение и наставление в благодати, призыве благодати. Господь Иисус Христос ободряет нас и приглашает нас в это удивительное путешествие вместе с Ним, где в то же самое время мы продолжаем следовать за Ним, и Он наставляет нас, и открывает новые горизонты своей благодати, своего призыва и говорит об этой привилегии, об этой благодати. И в этом призыве, в этом последовании силы, как мы с вами видим, исходят не от нас. Если бы все основывалось бы на нас, тогда бы, наверное, мы бы и не продержались и дня, и даже меньше дня. Но суть в том, что мы сказали с вами в первом, в первой мысли, то назидание, которое мы принимаем, то слово, которое мы принимаем, слово о Христе, оно служит силою, оно служит обеспечением, чтобы продолжать в этом призыве благодати, которым Господь облагодатствовал и благословил нас. Как здорово. Давайте дальше посмотрим. И также утешение. Слово утешение это утешение может иметь значение как утешение. Это слово в оригинале парамутия, если я правильно его произношу. И также консультация. Интересно, как я подумал в свете этого значения, как много людей в мире, в светском мире, ищут этой консультации с психологом. вы заметили, то есть в сегодняшнем мире это очень распространено. О чем это говорит? Что люди, конечно же, они одиноки и потерянны. А главная причина этого одиночества и потерянности это потому, что они еще не обрели Христа. А как только обретут Христа, то у них есть это новая консультация, новое утешение в свете Писания в Господе Иисусе Христе. У нас всегда есть это утешение. И это самая превосходная и самая наивысшая консультация утешение в Слове Господа. И оно у нас всегда есть от Господа, потому что у нас есть Дух Святой, у нас есть Библия, у нас есть Церковь, эти собрания удивительные. И всякий раз, когда мы можем соприкасаться с чем-то незнакомым, Господь назидает нас, увещевает, то есть наставляет нас и также утешает нас. И также мы с вами крепчаем каждый день, когда мы приходим и откликаемся на призыв укрепляться Словом Божьим, Его Манной Господней. Аминь. А благослови Вас Господь. Спасибо.